Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня мы с вами поговорим. Вы знаете, мне кажется, вообще на самую глобальную тему, потому что это типичная ошибка, которая вообще перечеркивает нам в жизни все. Синдром школьника, назовем это так. Я, сколько помню, система нашего образования всегда была построена на том, чтобы мы получили оценку. Нам необходимо было найти любой способ, извратиться и сделать так, чтобы у нас была та оценка, которая удовлетворяла наших родителей. И, по сути, о себе мы судили, исходя из того, какие оценки мы получали. Если у человека пятерки, да, у ребенка пятерки, ну, может, сейчас уже 12, у нас когда-то в наши времена молодые были пятерки. Если у тебя пятерки, значит, ты молодец, ты классный, родители купят тебе куклу, тебя будут все хвалить, все будут на твой день рождения говорить, какой ты молодец. И желать, кстати, все будут тебе быть отличником, так как будто бы от этого что-то зависит. И в итоге наша с вами жизнь сводилась к тому детская, чтобы любой ценой получить хорошую оценку. Мы могли понравиться учителю, мы могли помогать учителю. Я помню, что я разносила какие-то листовки, которые, значит, там школа, знаете, как часто подписана под какие-то городские приколы, каких-то дядечек, и вот надо было в почтовые ящики разносить листовку и за это получать оценки. В общем, всяческим способом ты должен, самое главное, был быть во что бы то ни стало, отличником или человеком, у которого нету троек, да, без троек. И уровень твоего успеха заключался абсолютно в этом. Я помню прекрасно, как мы покупали решебники для того, чтобы решить задачки, для того, чтобы учитель по физике не сказал, что ты оболтус, дурак или еще кто-то. И главное было, чтобы вот ответ совпал, да. И нас, естественно, что мы уже с вами знаем, если вы смотрите мой канал, то вы уже знаете, что эти все установки, они со временем запечатлились и плотно отпечатались в нашем подсознании. И мы по факту с вами убеждены по сей день, что хорошая оценка, то есть какой-то результат нашей работы хороший, такой, как от нас ожидают, это, ну, автоматически мы нравимся. Поэтому, когда мужчина говорит женщине, что мне нравятся полненькие, она считает, что успехом у этого мужчины будут полненькие. Если мужчина заикается о том, что им нравится женщина с губами, то женщина всяческим образом напихивает в себе губы кучу всего, для того, чтобы получить вот этот вот эффект похвалы от мужчины. Замечая за своим ребенком, например, когда она делает домашние задания, ведь происходит практически то же самое. И когда я вижу, как она сидит, и, например, английский начинает набирать, значит, там, перевод, или там пытается увидеть, какую букву поставить, а там есть, знаете, сейчас тестовые истории на компьютерах, когда сразу же можно увидеть, коррект или некоррект. И вот она ввела, это некоррект, и она до тех пор, пока коррект, она, значит, все варианты перепробовала. Я ее постоянно задаю один и тот же вопрос. Алиса, а тебе понятно вообще принципы этого? И вижу, что непонятно, потому что она пробует и правильно, и неправильно, просто пробует, чтобы это совпало, чтобы попасть. И я все время говорю ей, что, напоминаю о том, что я плачу деньги за обучение, например, того же английского, не для того, чтобы учитель поставил тебе хорошую оценку. Или ты сделала домашку. Я плачу для того, чтобы ты соображала и могла разговаривать, потому что, если ты не понимаешь, нет смысла в этом коррект, нет смысла никакого в оценке, нет смысла в наборе знаний, которые ты получаешь, которые ты не можешь применять. А теперь, каким образом это относится к нашей с вами жизни? Сейчас на марафоне Рерайтер жизни, который я веду, я вижу огромное количество людей, потому что у нас сотни участников, разные потоки, и я, естественно, очень много коммуницирую. И я наблюдаю такую интересную вещь, одна из них, например, это книги. Когда я, я очень много читаю, за последний месяц прочитала 16 книг, и читаю все на одну тематику сейчас, потому что очень плотно этот вопрос изучаю. И периодически я выкладываю в группы наши, рерайтовцы, я выкладываю интересную информацию из книг, достаточно простую, но при этом, чтобы она структурирована была, и люди видели, почему-то для людей очень важно, что одно и то же пишется в разных книгах. Это, наверное, не для людей важно, а для нашего мозга. Как бы наш кредит доверия возрастает. И вот многие, кто только начинают приходить на первые главы писать в рерайтере жизни, люди задают вопросы, что за книги, что за книги. Я даю читать на первом потоке только одну книжку, потому что первая она классная, вторая она сложная, хотя читается как бы легко. И люди часто говорят, нет, я это уже читал, давайте что-нибудь новенькое. И когда я говорю, хотите я вам дам 16 книг, люди говорят, да, мы хотим. И вот знаете, я каждый раз этому поражаюсь. Во-первых, потому что все книги находятся в свободном доступе, и вы можете загуглить и убить сегодня любую тематику книг, и вам выдадут талмуды на эту тему. Это первое. Во-вторых, это то, что вы наверняка уже читали книги на разные темы, вы проходили тренинги, вы получали огромное количество знаний, но у большинства людей, на какую бы тему они ни учились, будь это бизнес, маркетинг, инстаграм, как инстаграм сделать, как миллион заработать в инстаграм. Но я очень мало знаю тех, кто сделал и кто заработал. Я очень мало знаю тех людей, которые что-то внедрили. А знаете, почему так происходит? Не потому что тренинги плохие, а потому что у нас этот синдром отличника остался. Для нас по-прежнему гораздо важнее прочитать огромное количество параграфов, для нас по-прежнему гораздо важнее набраться, типа, знаний, и сказать, я это прочитал, я прочитал 16, 20, 30 книг, чтобы хотя бы что-то, чем точнее, хотя бы что-то в жизни изменить. И мы, как полиглоты вот этих тренингов и книг, совершенно не внедряя ничего в жизнь, с пониманием, я знаю уже, я это слышал, я об этом читал, по-прежнему продолжаем жить так, как жили. Вы заметили, что я вам сказала, я прочитала за месяц 16 книг по одной тематике, и это не просто так. Во-первых, мне часто говорят, а где ты столько времени находишь? Ну, во-первых, я сделала это делом своей жизни, одну тему. Я сейчас занимаюсь исключительно одной темой, и чтение, и обучение этой теме, это входит сейчас и в мой бизнес, я на этом и зарабатываю, поэтому это нужно понимать. Во-вторых, очень классная история, помните, мы всегда находим время на то, что нам по-настоящему нужно. Мне это по-настоящему интересно, и у меня сейчас тот самый случай, когда дело жизни совпало с бизнесом, то есть я занималась бы этим и без денег, но мне страшно нравится, что я еще за это и могу получать деньги, мало того, я еще и программирую большие суммы денег, ну, то есть тут вообще все совпало. Но самое ключевое, что я осознала, что все, очень многие из этих книг, которые я читала, я читала и раньше, фильм достаточно такой же, знаете, с улыбкой, которые воспринимают секрет, и да, я смотрел, да, я знаю, и у нас, я тоже смотрела его раньше, и мы много с вами чего делали, но мы ни хрена не сделали, не сделали, потому что делать и получать информацию для того, чтобы тебя похвалили и сказали, что ты молодец, или ты получил одобрительное мнение в соцсетях, а сейчас это по сути наша оценка, когда тебе сказали, ты молодец, или ты сам себя таковым посчитал, это фигня, потому что посмотрите все время, ваш результат, главный и ключевой ваших действий проецируется в вашей жизни. Если ваша жизнь улучшается, если улучшаются ваши финансы, а финансы это всегда оплата за ваше служение миру, людям, чем больше пользы вы даете, тем больше денег вы в состоянии получить. Ваше внутреннее состояние, если у вас подъем, если у вас льется энергия, если вы замечаете все хорошее вокруг, а не обсуждаете, не недовольны, не болеете, ваше тело отображает, если ваше тело болит, если вас что-то беспокоит, если у вас апатия, если вам ничего не хочется делать, это есть результат ваших мыслей жизни, вашего отношения к жизни, а то, сколько книг вы прочитали и какое количество тренингов вы прошли и сказали, мне не зашло, а что вы сделали для того, чтобы зашло. Вы поставили себе такую цель. Давайте представим на секундочку, что в мире есть одна книга и один тренинг. В вашем конкретном мире, в вашей жизни есть одно. И от того, внедрите вы это или нет, как вы это внедрите, зависит ваша дальнейшая жизнь. Каким образом вы тогда будете к этому относиться? Будете ли вы перелистывать книги и не помнить, о чем вы прочитали? Потому что вы не помните уже, о чем вы прочитали. Если я вас попрошу подробно пересказать последнюю главу в книге, которую вы прочитали, вы ни хрена не вспомните, потому что в этот момент вы думали о чем-то другом. Потому что когда вы это читали, вы читали это поверхностно, вы не пытались в это вдуматься, вы даже не хотели ничего делать. И люди говорят мне, ой, ну вот марафонов я уже много проходила. Да ни хрена ты не проходила и не проходил. Потому что если бы ты проходил, то твое бы качество жизни изменилось. А ты приходил попробовать, посмотреть, подумать на какой-то остаток своего времени, которое, естественно, вы тратите по очень важным каким-то делам, на этот остаток вы оставляли там типа поменять свою жизнь. Уделю-ка я 10 минут времени тому, чтобы поменять свою жизнь. Вы что думаете, я этого не проходила? Вы думаете, я этого не знаю? Вы думаете, что я такая умная сижу и тут разглагольствую, потому что сама я гениальна? Да ни хрена! Да у меня тоже самое так было. Поэтому и английский язык мы с вами учим 300 тысяч лет. Потому что когда у вас появляется конкретная цель это сделать, вы говорите, я сделаю, и вы это делаете. А когда вы уходите в процесс, типа, ну я, наверное, буду, ну не очень важно, а теперь представьте себе, что от этого зависит ваша жизнь или жизнь вашего ребенка. Выучите вы за полгода английский или нет? Как вы считаете? Потому что мотивейшн важна, ваше отношение важно. Тут не мотивация извне, тут ваше личное к этому отношение. Хотите вы этого или нет? Те, кто реально хочет изменить свою жизнь, те, кто реально понимает, что он так жить не хочет, ему не нравится, неважно, дно это или нет, не нравится. Тот берет, блин, и делает, тот относится ко всему, смотрит в рот, слушает, слышит и делает. Я это вижу, потому что у меня есть такие рерайтовцы, которые берут, меняют, делают, и у них нету никаких отмазок, они работают над собой. А есть те, кто собираются, кто думает, кто уже как бы послушал, спасибо, хорошо, пойду, пройду, что-то еще. Бесконечно, вы бесконечно будете проходить это все, и бесконечно в вашей жизни ни черта не будет меняться, потому что вы не ставите себе такую задачу, у вас нету этой задачи, нету такой цели. Вы ждете, пока жизнь отчаянно бахнет вам по башке, пока она сделает так, прижучит вас, что у вас не останется выбора. Зачем вы это делаете, скажите мне, люди? Зачем вы это, мои хорошие, делаете? Поэтому к чему я вам это говорю? Да к тому, что осознанность из этого проявляется. Да, я понимаю, что не каждый в момент может переключиться, но осознанность начинается с того, когда мы перестаем себе врать, когда мы прямо сейчас честно можем себе ответить на вопрос, почему мы выглядим так, как выглядим, почему мы имеем то, что мы имеем, почему мы склонны обсуждать сейчас человека и находить в нем негатив, а не оправдываться тем, что да нет, это я не негатив в нем ищу, это я просто правду говорю, ему что, не нравится? Вот когда мы научимся называть вещи своими именами, это будет первый шаг. Скажите себе честно и попросите себя, я не пойду никуда учиться, я не буду ничего читать до тех пор, пока я буду, не буду готов точнее, воспринимать эту информацию и внедрять ее в свою жизнь, потому что книга, на которой написано, что она может изменить вашу жизнь, она действительно может изменить вашу жизнь, потому что, когда я говорю, что рерайтер жизни может в корне вообще перевернуть вашу жизнь, я очень хорошо знаю, о чем я говорю, но когда вы идете для того, чтобы просто послушать, когда вы не идете с целью измениться, когда вы не готовы положить на вот эти в течение 30 дней свое внимание полностью и отдаться этим изменениям, реально перепрограммировать свой мозг, не ждите чудес, не ждите чудес и не говорите, ой, это не работает, до тех пор, пока вы себе не поставите в голове установку, это должно сработать, мое тело мягкое и гибкое, помните, я женщина-каучук, я себе говорю сейчас это постоянно, мое тело мягкое и гибкое, а до тех пор, пока вы продолжаете говорить, что нет, я пойду попробую, я посмотрю, у вас ничего не получится, ответы очень просты, очень просты, вы сами задаете установку своему мозгу, поэтому научитесь себе не врать, вот собственно и все, что я хотела вам сказать, я вам желаю замечательного дня, напишите, пожалуйста, свое мнение, что вы об этом думаете, замечали ли вы это за собой, обязательно проработайте, вот посмотрите это видео, не в контексте я посмотрел еще одно видео, а проработайте его, сделайте ДЗ, помните в школе, домашнее задание, и напишите себе, порассуждайте 10-15 минут, и запишите выводы с этого видео, что вы думаете, насколько это к вам относится, дайте себе какое-то обещание, в какой теме вы бы хотели прокачаться, что вам нужно в вашей жизни, и наконец займитесь этим, сосредоточьтесь на этом, поставьте себе цель в этом, и отдайтесь этому, сделайте так, чтобы у вас получился результат, приучите себя не ввязываться в какую-то тему, ничего не читать, и не смотреть, и вообще ничего не делать, пока вы не будете себе отвечать четко на вопрос, какой результат я хочу от этого получить, что я хочу внедрить, что я хочу изменить, что я хочу увидеть, тогда ваша жизнь будет действительно, качественно и круто меняться, а пробы пера, они простительные до 5 лет, после 5 лет, простите, вы стали взрослым, вам необходимо уже иметь какие-то результаты, в противном случае, ваша жизнь рискует пройти незаметно, всем хорошего дня!